здравствуйте полковник милиции в отставке краевед сергей иванович ефимов издал двухтомное исследование шалинский синдром сегодня он наш гость здравствуйте сергей иванович здравствуйте поздравляю вас с наступающим днем защитника отечества отечество очень важный праздник и думаю что для вас это не пустой звук и хочу сразу показать нашим телезрителям вот этот двухтомник это фундаментальное исследование под названием шалинский синдром я думаю что ничего подобного у нас в крае никто не сдавал не сдавалась наверное не будет издана потому что это колоссальный труд огромные затраты и финансовые и моральные и временные расскажите что это за книга как как велась работа над этим двухтомником и первый вопрос шалинский синдром почему такое название ну я ассоциировал в виде болезни на большом нашем организме российской федерации вот там где кровоточила вот рана где шли боевые действия это чеченская республика это дагестан ингушетия то весь север как северный кавказ я так понимаю что именно там в 2001 году шли наиболее ну скажем так не кровопролитно до столкновения с бандформированиями да немножко подробнее да расскажите первая чеченская война на 94 года была но на везде по всей чечне но в большей степени в грозном а потом уже во вторая чеченская война когда было вот шали это наиболее такое такая осиное гнездо такое где проходили в большей степени такие вот провокационные действия и боевые действия 20 лет назад если не ошибаюсь в феврале 2001 года да это событие шалинского шалинский синдром и шалинские события связанные о которых вы рассказываете пишите в книгу что это за что представляет из себя книга я вот вопрос тоже покажу телезрителям здесь огромное количество фотографий это невозможно конечно все сейчас нам показать но тем не менее еще раз говорю колоссальный труд который вы проделали то есть что вошло в книгу это участники боевых действий значит 2001 году феврале мы заехали в шали вот с этого времени начался отчет наше нахождение нас в шалинском временном отделе внутренних дел потом этот шальдинский отдел был переименован в оперативную группу по шалинскому району но вот 2001 года мы начали там свою деятельность именно в шали вот и в этой книге рассказаны или размещены все сотрудники алтайской милиции полиции которые были непосредственно в шали вот 2001 года по 2017 год вот все сто процентов они собраны обобщены и посвящены помещены в это в эту книгу вот опять же вспоминаете трагически тяжелые в событии потому что на самом деле но война это не не скажет что что-то такое радостное и замечательно это всегда трагедия да как бы там ни было тогда февраля 2001 года наш краевое мвд понесло потери если не ошибаюсь да вспомните об этих событиях значит вот непосредственно 2001 году мы потеряли именно в шалях и в шалинском районе 11 человек и вот я был в первом заезде с февраля месяца и мы за три месяца потеряли пять человек сразу что там за бандформирование не помните кто там возглавлял потому что ну забывается все к сожалению ну сейчас тоже сложно уже сложно восстановить в памяти были не большие манды они были такие вот незначительные мобильные банды собирали да в основном засадного типа подрывного типа обстрелы вот таком виде то есть выезжаешь с отдела не знаешь вернешься ты или нет вот подорвешься ты на фугасе или тебя обстреляют вот или же какие при каких-то других обстоятельствах в общем то обстановка была сложная тяжелая вот такие были на наемники были тогда там арабские наемники были или все-таки это жители чечни дагестана ну в тот период как-то их мало было заметно но они были но непосредственно мы с ними как бы не соприкасались не сталкивались в основном то вот такие вот разрозненные малочисленные чеченские боевики а вот все-таки сложность основная сложность ведения баре вот вы сказали то что трудно понять с кем воюешь да то есть врага в лицо ты не видишь ты не не как во время великой отечественной войны здесь наши там враги до фашисты ты знаешь что на той стороне враги и ты с ними борешься воюешь а здесь ты не знаешь где враг сегодня он тебе улыбается днем до ночью он тебе стреляет спину да вот на вот это главная проблема вот в том-то и заключается сложность ведения боевых действий или как каких-то других наведения порядка или что-то другого когда ты в своей стране со своими гражданами и среди них поэтому естественно вот именно сложность в основном в этом заключалась и заключается теперь сложно было работать над книгой наверное многое еще застекречено и сложно было добывать информацию ну понятно что тема она такая вот полузакрытая но тем не менее работалось мне с удовольствием я как бы полюбил такую деятельность и добывал информацию и непосредственно беседуя с ними и в архиве работал и в одноклассниках списывал со всеми то есть способов путей и возможности было много в общем-то и спустя три года я все-таки сделал эту книгу помогал кто-то вам в ее подготовке ну может быть ваших была незначительная помощь как бы предоставление информации фотографий и так далее вот она в основном то я один занимался этим делом но проходили встречи презентации такие как отреагировали герои участники потому что ну представьте 20 лет уже прошло если там ребятам было по 25 по 30 лет сейчас уже по 50 если когда книга вышла мы в главном управлении внутренних дел провели презентацию книгу с видеоконференции то есть видели все райотделы края в общем-то сотрудники которые были или есть в этой книге в общем-то так относится или отзывается доброжелательно с благодарностью что все-таки действительно это память что ее никто бы и не создал бы и не занимался этим делом вот я как бы вот взял свои руки это дело и в общем-то прошло в столь три года и эта книга появилась сергей но все-таки не могу не спросить у вас как у человека который там был все-таки да вот и разница между первой второй чеченской войной какая-то была или нет чем они отличались эти две компании ну первая чеченская война она была как бы более открыто более широкая и естественно жестокие то есть там армия была задействована там и там много было федеральных служб то есть министерство обороны было вот министерство и внутренние войска министерство внутренних дел вот в милиции там практически тогда вот как-то мало было вот большей степени она милиция уже начала туда заезжать отрядами уже как бы ну ближе до 2000 году вот а до того работали федеральные службы ну естественно там специфика ведения боевых действий и несения службы одна была а вот во вторую чеченскую войну вот где мы когда мы были а тут уже как бы немножко на по-другому нужно было перестраиваться нужно было в общем-то специфика другая была тем не менее тогда и тогда гибли наши парни к сожалению да сергей на сколько я знаю вы продолжаете работу вот вы пришли к нам не с пустыми руками хотите показать да это что третий том уже будет до продолжения техник да значит я обещал тогда вот всем сотрудникам милиции что чтобы не обидно было вам что только прошли была книга издана что я постараюсь сделать и продолжение про всех участников боевых действий справедливо конечно да и вот я продолжаю эту тему эта книга уже будет называться будет командировка на войну она уже процентов на 60 сделано материалов не очень много и процесс идет активно в общем то и здесь в этой книге будут все сотрудники алтайской милиции которые прошли горячие точки в том числе и афганистан вот это и на северном кавказе в том числе на срочной службе кто был то есть создается летопись алтайских милиционеров прошедшие горячие точки то есть вот в этих трех томах будут все алтайские милиционеры вот больше нигде их искать не не нужно они все будут в этой книге как настольная книга энциклопедия практически до энциклопедия она уже во многих музеях есть наших отделов а я думаю что все музеи и и приобретут в общем-то и конечно и вас это будет настольная книга каждого родила замечательно будем ждать вашего ваш третий том очередное издание и так понимаю что может быть в следующем году даже да если все хорошо пойдет или замечательно тогда как говорится до новых встреч вас еще раз поздравляю с грядущим праздником днем защитника отечества здоровья вам прежде всего и еще два слова хочу сказать что как уже владимир николаевич сказал что в этом году двадцатилетие отмечается заезда нас в шали вот и связи с этим событием и предстоящим днем защитника отечества хочу поздравить всех ветеранов боевых действий всех имеющих отношения к защите отечества то есть с нашим великим настоящим мужским праздником днем защитника отечества пожелать крепкого здоровья успехов долголетия мирного неба над головой спасибо большое присоединяемся до новых встреч до новых я напоминаю что у нас гостях был полковник милиции в отставке и краевед сергей иванович ефимов который издал двухтомное исследование шалинский синдром спасибо за внимание до встречи